Узнать историю Алтайского края, посмотреть на его старинные фото начала 20 века, изучить его природу, население и промышленность через труды ученых, посетивших регион, теперь можно в электронном формате. Библиотека имени Шишкова совместно с президентской библиотекой Санкт-Петербурга презентовала цифровую коллекцию с копиями ценных книг и материалов, посвященных нашему региону. 27 документов стали основой коллекции «Алтайский край. Страницы истории». И так началось наше сотрудничество. Мы цифровали документы, передавали в президентскую библиотеку. Пока к 2015 году мы не доросли до открытия регионального центра президентской библиотеки. Всего край передал культурной столице страны более 4000 документов. Создание таких виртуальных коллекций, подчеркивают специалисты сферы, уникальная возможность создать единое культурно-историческое пространство для всех. На презентации проекта побывали и работники президентской библиотеки. Не всякий читатель может доехать или пользователь историк, исследователь архива, например, в Москву или в Санкт-Петербурге. А придя, например, в электронную читаль президентской библиотеки или на его портал, он может вполне получить доступ к тем ресурсам, которые необходимы. Электронные библиотеки позволяют сохранять старые и редкие экземпляры книг и документов, но при этом делают их доступнее. Ученые, краеведы, студенты, школьники и все, кому интересны история и культура Алтая, могут в открытом доступе изучить труды исследователей, этнографов, раритетные фотографии и другие материалы на сайте президентской библиотеки. Документы помещены в тематические разделы – власть, территория, народ и русский язык. Есть необходимость объяснять значение президентской библиотеки и возможности современного человека, который живет во время информационного хаоса, получать доступ к компетентным, достоверным, открытым источникам об истории нашей страны, истории российской государственности. На сегодняшний день в Алтайском крае открыты более 50 центров удаленного доступа, благодаря которым жители регионов получают не только доступ к уникальному фонду президентской библиотеки, но и возможность участия в конференциях, вебинарах и других просветительских мероприятиях. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.